Я всех приветствую на моем канале. Сегодня мы рассмотрим пылесос Mili комплекта C3. HEPA PowerLine. Вот такой вот красавчик. Какая у него проблема? При нажатии на кнопку включения есть индикация, но нет звука мотора. То есть он не включается. Скажу сразу, я допустил ошибку при ремонте этого пылесоса. То есть его можно было починить без замены запчастей. Как выяснилось, у него была проблема с двигателем. И я хочу, чтобы кто-то увидел мою ошибку и, возможно, сэкономил на этом, во-первых, время, а во-вторых, деньги. Итак, давайте же приступим. Сейчас я покажу, как разобрать его. Он разбирается достаточно просто, но, тем не менее, есть некоторые нюансы. Значит, конечно же, у него есть потайные винты. Находятся они, конечно же, по классике под вот этими кнопками. Ну, точнее, под одной из этих кнопок. Все отгибается вот так вот, плоской отверткой. Кстати, в теории его можно разобрать вот такой вот отверткой. Ну, если, конечно, ее не жалко. Но по-хорошему, конечно же, понадобится отвертка Т-15. Торкс. Значит, снимаем вторую кнопочку так же. Как я и говорил, я, естественно, для того, чтобы уже сократить эфирное время, немножко его разобрал. Точнее, я выкрутил, в общем-то, большинство винтов, которые есть в этом корпусе. Я просто покажу, где они находятся. Итак, один потайной винт находится вот здесь. Вот мы его видим. Его по-хорошему надо выкручивать, естественно, отверткой типа Т. Вот, но из пластика он выкручивается легко. Вот такой вот. В общем, для ленивых мастеров. Где у нас еще есть винты? Ну, естественно, да, нужно удалить будет мешок. Класс, кстати, люблю. Нравится мне качество этого аппарата. Ну, само за себя говорит. Ориджинал. Удаляем мешок. Здесь вот будет раз винт. Под хепофильтром ничего не будет. Хепофильтр просто снимается, защелочки снимаются. Здесь будет раз, два, три, четыре винта. После чего нужно будет еще заметить винт под кнопкой. Вот здесь он будет спрятан, самый глубокий. Его достаточно непросто будет выкрутить. Но, опять же, я выкрутил его вот такой отверткой. Но рекомендую, конечно, выкручивать вот такой. То есть выкручиваем этот винт. И после чего уже приступаем к отделению вот этой вот части корпуса. Ее, в теории, конечно, можно будет отделить и вот эта верхняя часть. Вот она здесь. Не совсем правильно бы сказал, средняя часть. Вот она. Она отделяет достаточно хитро, но интуитивно понятно. Пластик у мили крепкий, поэтому не боимся сломать. Наверняка есть мануалы, которые подсказывают, как это сделать лучше. Кстати, здесь вот будет вот такая вот юбка. Ее тоже нужно подковырнуть. Она легко, значит, подковыривается и вынимается. Но вынимается она вот после того, как я сказал, вы выкрутите вот этот винт. Вот здесь вот будут еще два винтика. Вот здесь раз. И вот здесь вот два. Но их выкручивать не обязательно. Снимаем теперь... Вот так вот. Я, честно говоря, сильно не заморачивался, но здесь вот защелки достаточно крепкие, поэтому, опять же, плоская отвертка в помощь. Вот так ковыряете и вынимаете. Вот вынимаете вот эту часть. И больше она нам, в общем-то, не нужна. Я здесь уже, как видите, разобрал. Здесь будет такой разъем, который будет держаться в моторе. Он легко вынимается. Сейчас покажу, как это было. Мотор, естественно, у меня тоже немножко разобран. Потому что я вот его хотел исследовать. Естественно, я пришел к выводу, что не исправит мотор. Да, сразу рекомендую, отключайте от сети, потому что, не дай бог, что-то случится. Вот так это выглядело. Надеюсь, видно. И вот так вот я отснял. Все, эту часть удаляем. Она нам больше не нужна. Вот наш мотор. Сейчас, в общем-то, мы убираем, снимаем корпус. И нам потребуется для диагностики вот такой мультиметр. Итак, нам необходимо удостовериться, чтобы у нас приходит питание к мотору. Поэтому, значит, ставим мультиметр на переменное напряжение. И проверяем, есть ли у нас питание. Чтобы всем было видно. Нажимаем кнопку включения. Ну вот я надеюсь, что видно. Питание у нас есть. Подключаем. Убираем. Ну, по сути, очевидно, что какие-то проблемы у нас с мотором. И теперь предлагаю мотор рассмотреть поближе. Мотор у нас вот такой вот, тоже фирменный. Миле. Вот он, логотип. Сейчас я камеру наведу на мотор и будем разбираться с мотором. Здесь вот как раз есть кое-что интересное, что я хотел бы показать. Что позволит вам, возможно, не покупать новый мотор, а реставрировать старый. Ну, по крайней мере, на какое-то время. Приступаем к разборке нашего мотора. На первый взгляд, кажется, что, естественно, его не разобрать. Но на самом деле достаточно легко разбирается. Я вот здесь немножко попорцал, как я сказал. Но я торопился и просто хотел по-быстренькому решить вопрос. А не стоило этого делать. Крышка сбивается. Кожух крыльчатки сбивается легко. Подковыриваете немножко и молоточком вот так вот тук-тук-тук по краешку. Бьете, 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 также плоская отвертка и сбиваете крышку крыльчатки. Вот она вам больше не нужна, поэтому уберем ее. Здесь вот я натворил вот такое безобразие. Произошло это следующим образом. Я планировал зажать вот эту гайку, как на обычных, там, китайских. Взять плоскогубцы и повернуть ее. К сожалению, здесь эта гайка прикручена таким образом, что это можно, я не знаю, только в тисках возможно сделать, зажав ротор. А это здесь крайне трудно сделать, или, я бы сказал, даже невозможно. Поэтому, на самом деле, даже сейчас, конечно, можно все выправить. То есть вот это вот безобразие можно как-то согнуть. Но, естественно, этот мотор уже нельзя будет назвать рабочим. Так не поступают, поэтому не делайте так. Но здесь, ввиду того, что верхняя часть крепится четырьмя вот такими вот винтами, вот они здесь, видите, по кругу. Раз, два, три, четыре. Можно просто взять сверло по металлу, аккуратно просверлить, тем более здесь вот есть на крыльчатке такой как бы уголок, который вырез, как будто позволяющий вытащить этот винт. Но, на самом деле, конечно, нужно расцверлить немножечко ту саму крыльчатку, как я сказал, сверлом по металлу. И, в общем-то, можно будет извлечь все четыре винта по очереди. Вот примерно таким же образом, вот как я покажу сейчас. В моем случае... Можно даже уже пальцами откручивать, но если бы я аккуратно расцверлил, допустим, восьмеркой, вот, то вообще никаких проблем бы не было. И далее вот так вот снимаем верхнюю часть. Как я уже сказал, что миле достаточно надежно сделан. Как бы не стесняйтесь, вынимайте. Здесь вот видим якорь. Вот он у нас. Щетки они целые. Кстати, естественно, перед тем, как вообще лезть в мотор так глубоко, есть смысл, на мой взгляд, проверить, жив ли он. И я, естественно, это сделал. То есть я перевел мультиметр на сопротивление, банально подставил к щеткам, проверил хотя бы элементарные вещи, которые стоит делать в таких случаях. мультиметр, чтобы было видно. Я очень надеюсь, что видно, поэтому подставляем к щеткам. И видим, что меняется сопротивление при вращении ротора. Это означает одно, что как минимум щетки здесь целые. И обмотка с двух сторон не имеет обрыва. Потому что если бы у нас был обрыв, то, естественно, здесь бы мы видели ноль. А здесь пока сопротивление. И очень похоже, что здесь ничего не горело. И вот самое интересное. Здесь у нас есть вот такой вот разъем, контактная группа, которую можно извлечь. Мы вытаскиваем немножко ротор. дальше толкаем в нашу контактную группу. И вот так вот ее извлекаем. К большому счету мотор нам больше не интересен. Дальше не знаю, сколько эта проблема типовая. Я затрудняюсь сказать, но я подозреваю, что наверняка найдется тот, у кого эта проблема будет также проявляться. То есть вы нажимаете на кнопку включения, реакции нет, и мотор вроде бы не горел. Поэтому нужно добраться вот до этого места. Открываем вот эту коробочку. И что мы здесь видим? Значит, здесь у нас есть вот такая платка. И на этой платке сейчас на весь экран растяну, что здесь появится. Здесь у нас беснаберный высокотемпературный семистор на 20 ампер. Ну, что такое беснаберный? Считайте, что это хороший семистор, который устойчивый ко всяким там пульсациям. То есть и не надо заморачиваться с ним. Вот. Но если присмотреться, здесь классика жанра. Третья нога средняя отбита. Видите, вот проблема здесь случилась. Может быть, это пайка такая была, может, что это еще. Может, действительно, пульсация была настолько высокая, что даже этот семистор не устоял. И здесь произошел вот ну, в общем, такая вот неприятность. Подозреваю, что если припаять эту ногу, у нас все заживет. Так что предлагаю это проверить. Сейчас я возьму паяльник, все это припаяю и запустим. Для восстановления ножки нам потребуется вот такая скрепка. Я ее размотал уже предварительно. Сейчас мы ее вот таким вот образом сюда вставим. Вот, я надеюсь, видно. И начнем наращивать отстреленную ногу. можно, конечно, найти кусочек, тот, который оторвался, старый, но думаю, что скрепка есть в доме в каждом. Вот таким вот образом сейчас припаиваем. Ну, естественно, я пост-60, по-моему, использую. это припой, в котором уже есть все необходимые компоненты для того, чтобы все легко припаялось. Давайте еще раз. давно я не паял, поэтому не судите строго. А вот это вот лишнее, естественно, счищается растворителем. Так платка выглядит, когда я оттер ее растворителем. И сразу хочу сказать, наверное, со скрепкой я переборщил все-таки. лучше использовать обычный кусочек провода, многожильного, вот так смотать его и припаять, потому что скрепку вы замучаетесь, припаиваете, сажете просто этот семистор. Значит, собираем. Все это, на мой взгляд, легко делается. Естественно, после пропайки я бы еще раз проверил его, что он там накоротко не звенит хотя бы. так вот вынимаем, упс, вот это вот у нас проблема. Видимо, сейчас будет непросто обратно надеть. Посмотрим. По идее ничего сложного, вот так вот выскочила щетка, нештатная ситуация. Вот здесь из контакта обратно ее задвигаем и в разъем туда сейчас главное задвинуть и попасть. Не ожидал я такого хода событий, конечно. Ну, что делать? Будем надеяться, что все-таки хочется... Да, все. Вот так вот я все испортил. Вот до этого, конечно, лучше не доводить. так вот ротор у нас выпал. Вот такая беда. Вот кто заметил, что здесь грязь, можно все это удалить. Я почему это не делал сразу, потому что я просто хочу его запустить для того, чтобы вы увидели, что это возможно и что этот мотор, в общем-то, скорее всего, видите, тут какая длина щеток. Здесь еще его хватит лет на пять эксплуатация. Ну, будем пытаться сейчас вставить ротор обратно. Не знаю, как у меня это получится. Надеюсь, что получится. Да, вот я тут измазался в граффити. Сейчас каким-нибудь применим какую-нибудь хитрость. На самом деле тут ничего и не применишь. Придется, видимо, все-таки сначала... Ну, вот он, чистенький, видите. Если бы я не допустил вот этой вот фатальной ошибки, можно было бы оживить аппарат легко. Ну, да, самоуверенность подводит, поэтому не стоило, конечно, торопиться. Ну, надеюсь, у меня получится. если сейчас щетки неправильно соединю, возможно, будет немного искрить, но ободрутся, и все будет нормально. Все, очень даже получилось. Значит, все прижимаем на два винта и будем запускать. стоит еще отметить, вот эти вот винты, которые крепят корпус, отличаются от корпусных, имейте ввиду. вот так вот. Вот такое вот отличие. Поэтому не перепутайте. Ну, просто по количеству банально проверьте, что винты, которые крепят этот корпус, их четыре штуки, они должны быть четыре одинаковые. Все остальные винты значительно больше, которые крепят корпус пылесоса, они имеют другой форм-фактор. Ну, ладно, прикрепим на три винта. Я уже сказал, что, в принципе, конечно, можно все это делать плоской отверткой, но лучше брать, конечно же, торкс. Ужас, ужас, но... Ну, работать будет. Так, все. Убираем и теперь пробуем запустить. Убеждаемся, что у нас кнопка включения включена, потому что незапланированные включения не нужны. Сейчас мы вот так вот разъем подставим. все делать аккуратно. И имейте в виду, что тут клетчатка будет вращаться сильно, поэтому лучше, я так сказать, от себя. так... вот, к сожалению, я, видимо, плохо соединил щетки, но если бы я их соединил лучше, такой бы проблемы не произошло. Давайте попробуем еще раз. вот так вот двигатель ожил. поэтому учтите мою ошибку и при необходимости оживите свой мили. Все. Со всеми прощаюсь. Всем пока. Предвижу некоторые вопросы, типа таких, что совсем нельзя было ничего сделать, может, там как-нибудь согнуть клетчатку и все собрать. Можно было. Я вот попытался, видите, вот. Выглядит это, как я уже говорил, ужасно. Плюс еще вот он ходит вот такой восьмеркой. То есть, я просто не планировал изначально ничего с этим двигателем делать, оживлять. Я просто хотел посмотреть, что там, как он устроен и в чем причина. Я думал, что не получится оживить, и поэтому вот скажем так, подошел к этому вопросу несколько небрежно. А так, конечно же, да, все вот это сгибается обратно, одевается, но вот крыльчатка цепляет кожух, поэтому работать-то корректно не будет. Естественно, нельзя это дело запускать. И самое главное, что хочу добавить, это крайне все-таки опасная процедура, вот такая разборка, и потом я как с открытой крыльчаткой его запускал, потому что крыльчатка легко вам может оббить пальцы, поэтому если вам дороги ваши пальцы, то, на мой взгляд, убедитесь просто в том, что с контактной группой, то есть вот с этого разъема приходит напряжение, закажите мотор, вот он этот мотор чудесный для этого пылесоса, и все, поставите, соберете, все у вас будет жить еще очень долго, но, естественно, для тех, у кого есть большой опыт и много желания, самое главное, вы все-таки будете осторожными внимательными и не допустите фатальную ошибку, которая, как я говорил, что может привести к травме, то есть это нужно понимать, то, конечно же, можете попробовать разбирать, но, еще раз, будьте крайне осторожны, я, к сожалению, не могу нести за вас ответственность, поэтому то, что я здесь показываю, я никому не рекомендую повторять дома, особенно, если вы не имеете профессиональных навыков. Вот теперь точно все, всем пока, всем удачи.